Коронавирус и последовавший за ним режим глобального карантина повлиял не только на общество, но и на окружающую среду. Учебные все чаще стали регистрировать благоприятные для среды изменения, связанные со снижением человеческой активности. Карантин положительно повлиял и на качество воздуха. Уровень угарного газа сократился вдвое по сравнению с показателями 2019 года. Также отмечается резкое падение уровня углекислого газа, одного из главных парниковых газов. Снижение уровня вредных выбросов наблюдается во всех крупных мегаполисах. Карантин сказался на качестве воды, почвы и даже на сейсмической активности. Однако для городских жителей самым необычным стало это возвращение диких животных. Например, каналы в Венеции стали настолько чистыми, что в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видео лебедей. Глобальное потепление – это показатель роста средней температуры окружающей среды за последний век. Основная причина этого кроется в усилении индустриальной деятельности человека. Повысилась температура не только воды, но и воздуха примерно на 0,74 градусов по Цельсию. При этом климат на Земле заметно изменился. Одни страны страдают от аномальной жары, другие – от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест. Экологи говорят о глобальном изменении климата. Проведенные исследования показали, что климат Казахстана также значительно потеплел. Например, среднегодовая температура нашей столицы явно увеличилась за последние 20 лет. Также наглядно это можно заметить и по средней январской температуре города Нур-Султан, а ведь январь в Казахстане – самый холодный месяц в году. С чем же связаны климатические изменения? Хотя влиять на климат продолжает много факторов, ученые определили, что доминирующей силой стала деятельность человека, которая является основной причиной потепления, наблюдаемого за последние 50 лет. Антропогенное изменение климата стало результатом, главным образом изменений объемов парниковых газов в атмосфере, а также изменений содержания мелких частиц, аэрозолей или, например, изменений в землепользовании. Деятельность человека приводит к выбросам трех основных парниковых газов – углекислого газа, метана и оксидов азота. Что такое озон и зачем он нужен? Само слово «озон» с греческого переводится как «пахнущий», ведь именно его запах мы можем ощущать после дождя. Озон – это голубой газ, состоящий из трехатомных молекул кислорода. Значение озона огромно, поскольку именно он защищает Землю от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, идущих от Солнца. Для начала определимся с самим понятием «озоновая дыра». Что она из себя представляет? Дело в том, что многие люди ошибочно представляют озоновую дыру как некую брешь в атмосфере нашей планеты, месте, в котором озоновый шар полностью отсутствует. На самом деле это не совсем так. Он не то чтобы совсем отсутствует, просто концентрация озона в месте озоновой дыры в разы ниже, чем следовало бы быть. Как результат, ультрафиолетовым лучам легче попадать на поверхность планеты и оказывать свое разрушительное действие именно в местах озоновых дыр. Как же образуются озоновые дыры? Дело в том, что на полюсах, вследствие низкой температуры, образуются стратосферные облака, содержащие в себе ледяные кристаллики. Когда эти облака соприкасаются с молекулярным хлором, попадающим в атмосферу, происходит целая серия химических реакций, результатом которых является разрушение молекул озона и происходит сокращение его количества в атмосфере. Как результат, образуется озоновая дыра. Каковы же причины возникновения озоновых дыр? Причин этого явления есть несколько, и самое главное из них – загрязнение окружающей среды. Если государства не начнут всерьез заниматься проблемой охраны окружающей среды, к 2100 году температура на планете может подняться на 4,8 градуса Цельсия. Климатологи предупреждают, необратимые последствия для экологии наступят уже при потеплении более чем на 2 градуса Цельсия. В этом случае зимой будет гораздо холоднее, летом будет либо аномально жарко, либо достаточно холодно. Сократится объем питьевой воды. Урожай на полях будет заметно скуднее, некоторые культуры могут исчезнуть совсем. В ближайшие 100 лет уровень воды в Мировом океане поднимется на полметра из-за быстрого таяния ледников. Степень солености воды также начнет меняться. Глобальные климатические катастрофы, ураганы и смерчи станут привычным явлением. Во многих регионах прольются ливневые дожди, которые ранее там не появлялись. Ветры и циклоны начнут усиливаться и станут частым явлением. Рост числа мертвых зон на планете, мест, где человеку не выжить, многие пустыни станут еще больше. Из-за резкой смены климатических условий деревьям и многим видам животных придется к ним приспосабливаться. Те, кто не успеют сделать это быстро, будут обречены на вымирание. Больше всего это относится к деревьям, поскольку для привыкания к местности они должны достичь определенного возраста, чтобы дать потомство. Сокращение количества легких планеты ведет к еще более опасной угрозе – колоссальному выбросу углекислого газа, который некому будет превращать в кислород. Последствия расширения озоновых дыр весьма серьезны. Вследствие усиленного ультрафиолетового излучения может увеличиться количество людей с заболеванием раком кожи. Помимо этого, падает общий иммунитет человека, что приведет и ко многим другим болезням. Впрочем, от усиленного ультрафиолетового излучения, проходящего сквозь озоновую дыру, могут страдать не только люди, но и жители верхних слоев океана. Чтобы представить, как происходит разрушение озонового слоя, мы проведем наглядный и простой эксперимент. Для этого нам понадобится обычная вода, растительное масло и моющее средство. Субтитры создавал DimaTorzok парниковый эффект. подъем температуры на поверхности планеты в результате тепловой энергии, которая появляется в атмосфере из-за нагревания газов. Основные газы, которые ведут к парниковому эффекту на Земле, это водяные пары и углекислый газ. С развитием технологий с каждым годом увеличивается количество источников, которые обеспечивают парниковый эффект в атмосфере. Чтобы понять механизм действия этого явления, нужно определить его причины, обсудить последствия и решить, как можно бороться с данной экологической проблемой. Причины парникового эффекта следующие. использование горючих полезных ископаемых в промышленности угля, нефти, природного газа, при сжигании которых в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа. Автомобильный транспорт выделяет выхлопные газы, которые также загрязняют воздух и усиливают парниковый эффект. Следующая причина это вырубка лесов. С уничтожением каждого дерева на планете увеличивается количество углекислого газа в воздухе. Лесные пожары еще один источник уничтожения растений на планете. Увеличение населения влияет на рост промышленного производства, которое все интенсивнее загрязняет воздух парниковыми газами. Удобрения, используемые в сельском хозяйстве, содержат различное количество соединений, в результате испарения которых выделяется азот, один из парниковых газов. Увеличению парниковых газов способствует разложение и горение мусора на полигонах. Рассматривая последствия парникового эффекта, можно определить, что основной из них это климатические изменения. При возрастании температуры воздуха воды морей и океанов интенсивно испаряются. Повышение температуры приводит к танию ледников, что способствует повышению уровня вод мирового океана и приводит к затоплению берегов континентов и островов. Повышение температуры воздуха приводит к засушливым и непригодным для жизни территориям. Также в результате парникового эффекта люди не выдерживают высоких температур. Повышение до 38 градусов Цельсия приводит к солнечным и тепловым ударам, обезвоживанию и проблемам сердечно-сосудистой системой. Велика опасность возникновения инсульта. Глобальное потепление, возникшее в результате парникового эффекта, приводит ко многим инфекционным заболеваниям. В результате эпидемий умирают тысячи людей в разных странах мира. Чтобы остановить глобальное потепление и другие негативные последствия парникового эффекта, необходимо устранить источники их возникновения. В первую очередь нужно сажать новые деревья и кустарники, поскольку они поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. При использовании электромобилей сократится количество выхлопных газов. Также ведутся разработки альтернативного топлива, которое, к сожалению, медленными темпами внедряется в нашу повседневную жизнь. А самое важное решение проблемы парникового эффекта это привлекать к ней внимание мировой общественности. Hello, everybody. It's a Minute in English with me, Adona Goodko. Today we are talking about greenhouse effect and this question is very popular nowadays and often discussed. Today I will tell you about greenhouse effect and its influence on the earth in some steps. First of all, solar radiation reaches the earth's atmosphere, some of this is reflected back into space. The rest of the sun's energy is absorbed by the land and the oceans heating the earth. Heat radiates from earth towards space. And you see that some of this heat is trapped by greenhouse gazes in the atmosphere keeping the earth warm enough to sustain life. And you see that human activities such as burning fossil fuels, agriculture and land clearing are increasing the amount of greenhouse gazes released into the atmosphere. And so this is trapping extra heat and causing the earth's temperature to rise. I hope that this information will be very useful for you and we are going to finish our Minute in English and we will meet on the following lessons where I will tell you a lot of information which you didn't know before. Bye-bye! Для того, чтобы создать график, нам нужно перейти в охватку «Вставка» и выбрать диаграмму. На 50 дней нужно выбрать график, можно выбрать любой из понравится. Когда мы откроем данный график, мы увидим, что открывается окно нескольких целей для редактирования графика. Для удобства уменьшим окно. Как мы видим, у нас есть три линии. Нам нужна только одна, поэтому мы включаем все на первый ряд. Далее прописываем название рядов. В нашем случае это будет и название таблиц. С левой стороны будут дни недели, с понедельника по после усилия. Затем вводим к самому температуру. Таким образом у нас получился график изменения температур часа недели. Артем, нам необходимо выяснить, происходит ли повышение температуры воздуха в нашем поселке. Для этого тебе необходимо каждый день в течение месяца записывать данные дневной температуры воздуха в карту наблюдения. Затем рассчитай среднемесячную температуру и эти данные сравни с данными предыдущих лет. А где мне взять? Хороший вопрос. Эти данные возьми на официальном сайте КАЗ Гидромет и возьми эти данные за 2015-2020 год. А найденные результаты, а вообще в виде графика. Как видно из данных графика, среднемесячная температура воздуха повышается, что еще раз доказывает о глобальном изменении климата, связанного с парниковым эффектом. Рассмотрим реакцию горения углерода с позиций двух наук – химии и физики. Сначала мы решим задачу на расчет теплоты по термохимическому уравнению реакции. Т.е. мы ее рассматриваем с точки зрения химии. Данная задача из раздела «Знакомство с энергией в реакция» сопровождается поглощением теплоты. Реакции горения практически всегда сопровождаются выделением теплоты, т.е. являются экзотермическими. Количество теплоты, которое выделяется или поглощается при химической реакции, называется тепловым эффектом реакции, а уравнения химических реакций, в которых указан тепловой эффект реакции, называются термохимическими. В нашей реакции тепловой эффект равен 402 кДж. По данному уравнению мы можем найти количество теплоты. Оно равно 3,35 мДж. Теперь решим аналогичную задачу с позиции физики. Данная задача из раздела «Тепловые явления», «Энергия топлива», «Теплота сгорания топлива». Задача номер 2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г углерода, если удельная теплота его сгорания равна 32,8 умножить на 10 в шестой степени джоулей на килограмм? Для решения данной задачи мы должны вспомнить, в чем заключается физический смысл удельной теплоты сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива – это количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании 1 кг топлива. Для решения данной задачи используем формулу на нахождение теплоты сгорания топлива. И мы видим, что ответ получается точно такой же Q равна 3,35 мега джоулей. Таким образом, мы доказали, что количество теплоты, выделяющейся в результате горения веществ, можно определить разными способами, и итоговая величина будет одинаковой в обоих случаях. Удельная теплота сгорания топлива показывает, насколько калорийно топливо. По данной таблице мы можем определить, какое из видов топлива самое эффективное. Это водород. Обратите внимание, что удельная теплоемкость водорода почти в 3,5 раза больше, чем у углерода. А мы знаем, что чем выше температура нагревателя и ниже температура охладителя, тем выше будет КПД тепловой машины. То есть водород в качестве топлива более энергетически выгоден. Также нельзя забывать, что при сгорании углеводородного топлива, так же как и при сгорании углерода, выделяется углекислый газ, которого на планете становится все больше и больше. Таким образом, мы можем заметить, что водород – это не только эффективное топливо, но и при этом по-настоящему экологичное. Однако, нельзя забывать, что водород с кислородом в соотношении 2 к 1 образует опасную гремучую смесь, поэтому водородное топливо до сих пор не находит широкого применения. Жидкий водород уже много десятилетий считается одним из основных видов топлива, которое может бросить вызов бензину и дизелю. Новое рождение идея водородного двигателя получила в последние годы на волне популярности зеленых технологий и озабоченности мировой общественности глобальным потеплением. Сразу несколько крупных производителей сейчас имеют в своем модельном ряду автомобили с водородным мотором. В качестве примера можно привести BMW Hydrogen 7 авто с двигателем внутреннего сгорания, который может работать и на бензине, и на жидком водороде. Еще одним гибридным водородно-бензиновым автомобилем является Aston Martin Rapid S. В нем также двигатель может работать на обоих видах топлива, а переключение между ними осуществляет интеллектуальная система оптимизации расхода и выбросов вредных веществ в атмосферу. Давайте проведем исследование. Действительно ли углекислый газ задерживает тепло? Для этого мы создадим искусственную замкнутую систему, содержащую углекислый газ. Получится О2 взаимодействием карбоната кальция и соляной кислоты. Газ заполнит колбу. Во второй колбе содержится обычный атмосферный воздух. В обеих колбах термометры показывают одинаковую температуру. Сейчас она равна 25 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошло трое суток. Мы видим, что в колбе с углекислым газом температура на 2 градуса выше. Она равна 20 градусов. А в колбе с обычным воздухом 18. Мы доказали, что избыточное содержание СО2 приводит к тепловому эффекту.